Ждем маленечко, когда все присоединятся. Здравствуйте, кто присоединился? Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас чуть-чуть соберем аудиторию и побежим. Здравствуйте, хорошо меня видно, слышно? Помашите, пожалуйста, сердечками, если у нас все хорошо видно и слышно. Здравствуйте, кто присоединился? Сейчас подожду, здравствуйте, подожду сердечки. Все, вижу, значит, со связью у нас проблем нет. Будем знакомиться. Меня зовут Ирина Калмыкова. Мой никнейм Тортишки. Я вам в теме эфира сегодня это все написала. Сегодня мы с вами будем делать топпер. Но топпер немножко необычный, не плоский. Он у нас будет такой, в 2D. Делать мы будем вот такую куколку. Не будем ее называть на самом деле, как она называется. Ну, в общем, будем лепить свою куколку, чем-то напоминающую эту. Что нам потребуется? Я распечатала себе вот такое изображение, в том размере, в котором я хочу, чтобы у меня был топпер. Так, где у меня линейка? Линейка, чтобы нам посмотреть, какой у нас размер. В итоге топпер у нас будет около 11 сантиметров. Здравствуйте, кто присоединился. И еще одно изображение я вырезала, чтобы мы с этим контуром в дальнейшем работали. Мы будем работать с двумя картинками. Сейчас я вас чуть-чуть наклоню на стол, чтобы видеть, если вдруг потребуются комментарии, и чтобы вам было видно, что я делаю. Берем мастику. На само основание топера я беру обычный топ-декор. Берем, разминаем и раскатываем из нее поле, на котором мы будем трудиться. Здравствуйте всем! Всем хорошего времени и дня! Присоединяемся. Сейчас будем творить. И раскатываем ее. Раскатываем такую площадку, довольно тонкую, чтобы мы смогли сделать из нее основание топера. По высоте эта площадка у нас должна перекрывать нашу фигурку. И по ширине тоже давать достаточное пространство, чтобы фигурка наша поместилась два раза, как минимум. Я раскатала где-то миллиметра два толщиной. Берем шпажку. Отмеряем, сколько она у нас должна примерно входить в фигурку. Наносим водичку вокруг шпажки. Загибаем наше полотно. Еще раз прокатываем это все, чтобы шпажку мы закрыли с двух сторон. Я не прикрахмарила коврик. Теперь надо как-то аккуратненько его приподнять. Потом будет сложнее. Чтобы ничего у нас не прорезалось. Все, основание у нас готово. Теперь прикладываем нашу фигурку. Шпажка у нас не должна выходить за пределы нашей фигурки. Если вдруг чуть-чуть не рассчитали, можно просто фигурку поднять повыше, а вот здесь подрезать. Берем скальпель и по контуру нашего изображения обрезаем. Это будет основание топера. По всем выступающим частям мы проходимся и вырезаем. Обрезаем. Все, обвели контур нашего изображения. Убираем лишнюю мастику. Эта мастика нам больше не понадобится. Спасибо за сердечко. Аккуратненько поднимаем наш топер. Потому что нам нужно пригладить у него все вот эти шероховатости. По бокам, чтобы все было ровненько. В общем-то, мы могли бы перенести сейчас сюда изображение этой куколки и разукрасить. И был бы у нас плоский топер. Сейчас я знаю, что большие проблемы с печатью в плане как раз вот этих вот товарищей. Но мы сделаем интереснее. Мы же легких путей не ищем. Возьмем какой-нибудь стек тоненький для того, чтобы продавить вот те места, где скальпелем мы подлезли плохо, а у нас здесь будет промежуток, где ручки у нее с юбочкой соприкасаются. В общем-то, нам никто не запрещает сделать похожую куколку. Мы изменим ей вид одежды немножко, цвет, и спокойно сделаем другую девочку. Все, основание у нас готово. Мы его убираем. Сейчас, наверное, маленечко прикрахмалю поверхность, чтобы у нас уже больше не было таких проблем. И под топпером в том числе. Все, убрали. Теперь я беру мастику принцесса. Я заготовила несколько шариков. Нам понадобится основной цвет, телесный. Но погромовка здесь не столько важна, потому что мы будем работать по размерам нашего референса. То есть мы распечатали нужный размер. У нас не будет столько объема, сколько на обычной фигурке. Поэтому по весам мы с вами сегодня не работаем. Только по размерам. Разминаем. Шарик телесный. Шарик желтой мастики. Разов три, наверное, меньше телесной понадобится для волос. Юбочка у нас будет ярко-красная. И будут зеленые детали на кофточке. Кофточка, пояс. В общем, и белый цвет. У нас немножко будет белого цвета. У нее ботиночки белые. Для глазок белый. В общем, нам надо четыре, пять цветов. Желтый, красный, телесный, зеленый и белый. Вот это все пока убираем. Работаем с телесным. Разминаем хорошо мастику. У меня успела уже застыть. Нам нужно ее до податливого состояния растопить. Для контроля, потому что самая главная часть у нашей девушки это лицо и глаза, мы можем сделать себе такую схемку, на которую мы потом будем равняться. Сейчас я найду черный. Мы обведем ей голову. У меня пищевой фломастер от Топ Декор. Обведем на ацетатной пленке ей тот размер головы, который у нас должен получиться. и линию глаз, где у нас будут глаза, чтобы нам потом намечать было удобно в тех пропорциях, в которых есть вот у нас получается вот такое вот схематичное изображение. Можем пока убрать. Разминаем нашу головешку. Еще чуть-чуть добавлю. Нам нужно скатать такой, он даже не овальчик, он у нее квадратик с закругленными сторонами. Поэтому катаем такую лепешечку для того, чтобы нам примерять ее было удобно. Чуть-чуть разгладим. Лишнее убираю. Холодно дома и у меня в руках вообще не греется мастика. То течет, то не греется. Все. Делаем нашу лепешечку. Помогаем себе инструментами. Нужен любой гладкий инструмент, который может разгладить ее по размеру. Скашиваем углы от середины к краям для того, чтобы маленечко придать форму этой лепешке. И нам нужно растянуть это все на весь рисунок. То есть закрыть всю часть головы у рисунка. выгладить тщательно и сгладить по изображению все. Все разровнять. Теперь берем нашу схему для того, чтобы мы понимали, где у нее глаза. Вижу, что ей вот здесь нужно сделать более квадратный. у кукол обычно глаза в нижней трети. Чуть ниже середины получается. Намечаем, где у нее будут глазехи. Шариками делаем углубление. стараемся, чтобы они были гладкие. У нее нет такой четкой, то есть у этого кукольного личика нет особо ни носика, ни рта, только щечки и вдавленные глаза. И вот создаем простейшее изображение куклы, какое можно придумать. То есть мы можем не прорабатывать здесь ни носик. При желании его, конечно, можно сделать, но он тогда будет отличаться от оригинала. Поэтому мы его будем только прорисовывать. Делаем все как на прянике. Вот такая у нас получилась заготовочка. Сглаживаем все краешки. еще раз прокатываем линию глаз и можем наметить, где у нее будет носик и где у нее будут губки. Пока вот так. Сделали. Теперь нам нужно сделать ей часть на туловище примеряем на наш топпер. Пока ничего не приклеиваем. Просто примеряем. Делаем туловище. Также из кусочка телесной мастики нам нужно скатать небольшую игрушку капельку до линии ног до суда. Также основываясь на наше изображение. Сильно много мастики не набираем, потому что нам ее еще надо будет одеть. Это тоже толщина. Делаем капельку. примеряем. Примиряем. 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 По нашему изображению. Еще убираем, потому что иначе сильно толстая получается в тельце. Тогда мы его оденем, он будет выходить за пределы нашего подбородка. Примиряем сюда, пока ничего не клеим. просто распределяем. Сглаживаем к ногам. Весь контур сводим к торцам на более узкой. Я вам сейчас покажу, какая капелька получается по форме. Сглаживаем так, чтобы у нас можно было к ним присоединить ножки. Вот такая тонкая она получается сбоку и к голове вот такая толстая. То есть мы ее сгладили на ножки. Она у нас вот такая тоненькая. Пока оставляем. Делаем две ножки. ножки у нее пухленькие. Между ними будет небольшое расстояние. Мы его потом вырежем. Катаем колбаску. Эту колбаску отрезаем по той линии, где у нас будут ботиночки. примеряем. Высоковато маленечко взяла. Потому что здесь у нас будет еще пузико. еще чуть-чуть подкатываем. Можно вот так шариком сделать чуть повыше, чтобы у нас встали ножки. Одна ножка у нас более прямая. Чуть-чуть делаем по бокам на коленочку прижимаем. и вторую ножку делаем. С небольшим изгибом она идет. Под коленочкой она у нее такая немножко изогнутая делаем вот этот изгиб. Я прислоняю по картинке и пытаюсь повторить изображение на картинке. Еще чуть-чуть поменьше. Потому что здесь на картинке юбка и не видно с какой части у нас. Можем еще чуть-чуть инструментом подправить этот изгиб. Где у нас чуть-чуть гладенькая. вообще не гладенькая. Здесь чуть-чуть их надо разделить где коленочки. все. Теперь можем приклеить наше тельце. Чтобы у нас уже никуда ничего не убежало. Тоже чуть-чуть водички. Приклеиваем нашу головешку. Тело почти приклеилось. Приклеиваем тело. И приклеиваем наши ножки. такой пупс пока получается. Можем ей чуть-чуть наметить коленочки. и ручки. Также две тоненькие полоски делаем на ручке. Катаем тоненькую полоску. Ручки прям совсем тоненькие. Колбаски такие. обрезаем по нашему изображению. Здесь еще тоже вымеряем. И делаем ладошечку. Вот эту часть нам нужно сгладить. Можно это сделать ручками, можно стеком. Стеки все делаем вот такую лопаточку. обычно мы делаем ладошку. Это у нас ручка пальчик здесь. Вырезаем ножнички. Отрезаем ей большой пальчик на ладошки на ладошки. Вот так. И вот так уголочек вырезали. Чтобы была маленькая ладошечка. Инструментом его чуть-чуть закруглили. Ручками инструмента. Остальные пальчики ей в принципе можно не резать, что ручка будет все равно у нее. Но аккуратненько сделаем четыре пальчика. отделяем друг от друга. Чуть-чуть прокатываем. Можно шарики маленькие взять и попробовать шариком таким стеком. это в общем-то не обязательно, потому что мы сейчас все равно их кулачок соберем. Соберем и вот так вот подогнем. Потому что клеить мы ее будем в согнутом состоянии. Вот в таком вот виде ручку ей загнули. Главное чтобы было большой палец видно. водичкой пришлепали и приклеили. Потом все вот эти шероховатости мы подрежем на топпере. Соединяем все это с тельцем. можно сразу маленько убрать лишнее. Соснова. заглаживаем. то же самое вторую ручку делаем. Примеряем по нашему изображению и вот в этой линии отрезаем наискосок. Наискосок отрезали и чуть-чуть сгладили ладошечку вот так инструментом. Получили вот такую лопаточку. здесь у него пальчик будет с этой стороны. Также маникюрными ножничками. Можно скальпелем кому как удобно. Отрезали ей большой пальчик. Уголком вот так к лопаточке вот такую варежку сделали. И можно также наметить вот эти пальчики. Хотя здесь в таком топпере это не обязательно. Чуть-чуть их закруглить раз уже сделали. Кончики чуть-чуть не такими острыми чтобы были. Главное большой пальчик выделить. И загибаем ей ладошку так как у нее на изображении это сделано. Ну по крайней мере стараемся повторить. подставляем стек и чуть-чуть пальчики загибаем к стеку вот так. Я просто вот эти пальчики накручиваю вот так на стек и поправляю. все можем приклеить на наш топпер. отправляем инструмента и делаем ей маленькие маленькие два полукруга на ушки. Чуть-чуть сдвинем нашу девушку. катаем маленький маленький шарик. Делим его на две половинки. И из каждой половинки делаем ушко. на уровне глаз. у нее такие большие глаза, что такие маленькие ушки на весь глаз точно не будут. Стеком вот так прилепляем ей ушки. И заглаживаем книзу. Один и второй шарик также. Я в стек там где у нас было отрезано ухо, я вот так ставлю стек и сейчас проклеим маленечко водичкой и прислоняю к тому месту, где у нас должно быть ухо. И сглаживаю. Смотрю, чтобы ушки смотрели друг на друга абсолютно параллельно. такой пупсень у нас пока получается. Телесный цвет нам больше не нужен. берем кусочек белой мастики и делаем ей ботиночки. разминаем. Опять же берем наше изображение, чтобы было к чему примериться. Катаем сначала овальчик. Чуть-чуть его вытягиваем вот так. Примеряем к нашей ножке и нам нужно его загнуть как бы посерединке, чтобы у нас получилась вот такая подошва как буква Г. То есть такая мягкая буква Г вот такая загогулина. Мы его загнули. Сейчас примерим здесь на ножки примеряем. Чуть-чуть прокатаем вот это место шариком для того, чтобы оно у нас село. и палочкой как бы таким надвигающим движением мы его оденем на ножку. То есть мы ее двигаем мастику к нашей ножке и приклеиваем со всех сторон. Почему-то очень плохо встал и не придавился. Сейчас мы его водичкой проклеим и вставим опять. Не приклеился сам стержень. Мало воды видимо попало под него. Пока у нас все это позволяет мы его туда-назад засунем. Все. Прокатаем шариком подошву. Чем-нибудь ровненьким сгладим чтобы ботиночки приобрели форму. И то же самое делаем со вторым ботиночком. Маленький-маленький кусочек мастики катаем сначала до шарика потом его чуть-чуть вытягиваем и теперь любым стеком каким удобным мы его сгибаем как бы обнимаем пополам чтобы получилась такая буковка г мягкая внизу у нас получается как ступня а сверху та часть которая у нас будет крепиться к ножке чуть-чуть подрежем здесь нашу ножку она широковатая получилась и гладим дорабатываем наш ботинок пальчиками смотрим подгоняем его под размер ноги чтобы он был не уже того места куда мы его пытаемся приклеить приклеивая и опять же палочкой натягиваем наш ботиночек наглаживающими такими движениями накатывающими приклеиваем молок нашей ножки делаем ступни и делаем у нее такие носочки для этого нам нужно будет еще кусочек белой мастики небольшой раскатываем из него ленточку тонкую и отрезаем полосочку для носочков полосочку где-то миллиметров пять сейчас мы ее примерим чтобы она у нас встала как надо даже можно чуть-чуть поуже сделать и приклеиваем носочки на дно и сразу на вторую ножку лишнее убираем чуть-чуть оттопыриваем их здесь чтобы создать такую иллюзию как рюшки на носочках делаем наши девушки волосики для этого берем желтую мастику берем наше изображение и расчленяем его на те части которые мы сейчас будем вырезать чтобы было удобнее прическу нашу делим на три части из которых она состоит наши три выкройки раскатываем желтую мастику на молосики раскатываем не сильно тонко миллиметра два не тоньше оставляем задел чтобы нам потом сделать фактуру прически прикладываем наши заготовочки и вырезаем просто по контуру обрезаем одну часть челочку и делаем скрубляем пальчиками там где не очень ровно вырезалась закругляем и верхний пучок тоже вырезаем оттече зеркала 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 стосунь зеркала шесть зеркала проклеиваем водичкой то место где будем клеить можем чуть-чуть предварительно нанести фактуру но потом по месту будем ее прорабатывать уже клеим наши волосики и начинаем их продавливать посильнее от серединки краешком тонким стеком создаем такую иллюзию и здесь тоже самое не заодно и приклеиваются и надвигаются на нашу девушку челочку и приклеиваем то же самое от пробора где он у нее должен быть да и рисуем и волосики можно сделать надрезы поглубже так числе металлический стек чтобы потоньше маленечко и получше прорезать теперь верхнюю часть приклеиваем сначала сравниваем ее с нашей основой и теперь только продавливаем на ней тоже нашу прическу также вот середина краешка волосики нам больше не нужны волосики нам больше не нужны убираем одеваем нашу девушку делаем ее верхнюю часть блузки раскатываем белую мастику потоньше чуть-чуть подпылим здесь можем сделать по такому же способу вырезав вот здесь у нее нашу кофточку да ну а можем просто приложив к фигурке наметить где она у нее будет идти где на ручке идти и вырезать из двух частей трапецию вот такую сделать ей вырез под горлышко округлый примерить приклеить приклеиваем ей блузочку так на ручке наверно раскатаем потоньше рукавчики также и приклеим рукавчики также и приклеим заклеиваем заглаживаем все это тщательно и второй рукавчик также примерили и обрезали смазали эту часть водичкой и загладили теперь делаем ей юбочку из красной мастики вот юбочку мы можем вырезать чтобы нам было удобно по крайней мере верхушечку юбки наметить по ширине потому что здесь на складке нам нужно будет все равно прибавить чтобы она была со складочками поэтому отрезали ей еще вот такую часть ножки тоже можно срезать и юбочку катаем как можно тоньше белую мастику раскатываем раскатываем отрезаем вверх а лучики вот здесь для складочек делаем пошире вырезаем вот такое полусолнце пока для начала сейчас примерим эту заготовочку берем наш стек делаем ей небольшие складочки юбка у нее не сильно пышная но все равно несколько валанчиков она должна дать собираем ее складочками уголочек срезаем и основу наверно надо подрезать потому что она там у нас торчит сильно чуть-чуть вот так основу подрежем складочки соберем с этой стороны и с этой можно ее приклеить приклеиваем нашу юбчонку для этого палочкой накатываем так же как мы делали с ботинками для того чтобы ее попрочнее здесь закрепить и бока бока приклеиваем к основе сейчас мы пояском ей все неровности здесь прикроем теперь нам нужно еще вырезать ей ободок для этого тоже берем вырезаем тонкую тонкую линию красного цвета и примеряем ее голове заужаем вот здесь вот с этого конца и вот эту часть тоже заужаем чтобы ленточка была сужена наносим водичку и приклеиваем ей ободок из ленты подправляем инструментом по той линии по которой нам нужно чтобы все ровненько лежало намечаем где у нее будет бантик пальчиками проглаживаем все и делаем два таких узелка одинаковой формы один вырезали положили в зеркальном отображении точно такой же второй взяли стек и чуть-чуть намотали его загнули вот так вот на стек чтобы получилась вот такая штучка чуть-чуть водички добавили смочили и первое ушко сюда приклеили то же самое со вторым сделали разгладили чуть-чуть места срезов приложили вот так вот стек и завернули на него мастичную ткань нашу и сюда приклеили теперь нужно скатать небольшой кусочек красные мастики и сделать узелок просто маленький шарик катаем прислоняем сюда и формируем из него узелок так осталось у нас совсем чуть-чуть кто меня вытерпит тому будет приз делаем теперь зеленый пояс и зеленые ленточки на ботиночки под носочки из зеленой мастики катаем разминаем вернее и раскатываем тонкий-тонкий поясок раскатываем тоненько и вырезаем полосочку примеряем нашу полосочку на платье и обрезаем то что у нее лишнее смачиваем то место где будем клеить водичкой и прикрепляем наш пояс стены сюда поясочек теперь нам нужно скатать тонкий-тонкий жгутик на ленточке на бантике для этого вручную катаем тоненькую-тоненькую полосочку чем тоньше тем лучше нам тонюсенькую нам ее нужно будет приклеить вот сюда что ты мне уже не мочишь по моему делаем этот жгутик на одну ножку между носочком и ботиночком приклеиваем инструментом себе помогаем потому что работа очень ювелирная одну приклеили и со второй стороны тоже начало и до конца лишние срезали лишнюю основу потом тоже пройдемся уберем где она не нужна и вылазит мы ее должны убрать проходимся стыком чтобы у нас наш жгутик приклеился из такого же жгутика делаем бантики для этого нам нужно сложить вот так пополам и отрезать крючочком складываем как бантики теперь сверяем чтобы наши бантики были одинаковые собираем из них капельки раз и два и приклеиваем их на нашу ножку по серединке один бантик и второй бантик и поправляем скажу такие бантики то же самое на второй ножке раскатываем тоненький тоненький жгутик складываем его один раз вот в такую петельку отрезаем соединяем и второй раз тоже самое собираем вот такую петельку и лишнее обрезаем и соединили петельку с помощью ногтя и инструмента по серединке смочили и переносим второй бантик раз и два все эти бантики готовы нам осталось сделать ей глазки и губки и разукрасить нашу девушку оттонировать на глазки катаем два шарика шарики довольно большие должны быть смочим ей глазницы чтобы они у нас встали большеватые шарики однако сейчас я вам скажу сколько они в сантиметров получится так вот этот где-то 1,3 сантиметра он все равно большой это по площади маленько 12 примеряем каждый раз и смотрим нравится нам это или не нравится еще чуть-чуть убираем катаем шарик вот вот этот вот то что надо и второй глазик также также где-то чуть больше сантиметра распределяем по глазнице наш глазик разглаживаем берем красную мастику и клеим ей ротик ротик делаем из двух маленьких полосочек также тоже смотрим примеряем если нравится оставляем если не нравится ищем более меньший вариант так ну вот на нижнюю губежку нам вполне себе подойдет поправляем стыком уголки стараемся и чуть-чуть вверх поправить наверх надо поставить прям маленькую-маленькую полосочку верхняя губка в два раза меньше чем нижние вот так вот у нас получается делаем реснички и разукрашиваем на реснички берем кусочек черной мастики куда я черную-то делаю и тоже катаем также из нее тонкий-тонкий-тонкий жгутик это не пусенький жгутик делаем примеряем его поверху глазницы нам надо чтобы она у нас выходила наверх и загибалась кисточкой чуть-чуть сверху смазываем ставим нашу ресничку вставим и вот в этом месте подгибаем чуть-чуть сюда же добавим еще несколько маленьких буквально жгутиков подставляем там где заканчивается это ресничка и катаем еще одну тоненько-тоненько и подставляем расправляем расправляем так как нам нравится делаем на второй глазик красная шапочка у нас получается во как примеряем тоже длину отрезаем чуть-чуть смочили водичкой и подставляем нашу ресничку смотрим чтобы они вот здесь вот были у нас на одном уровне потому что если тут мы ее сможем подрезать тут уже не натянем здесь чуть-чуть много убираем катаем еще одну отрезаем и тут же скальпелем ее представляем на кончик скальпеля накололи приставили разы и или их отрезаем отрезаем на кончик скальпеля вставим вот все все липные части у нас с вами закончились теперь фонируем нашу фигурку уберу все лишнее чтобы нам не мешали эти плачки подсохшие смотрю по контуру убираю если где-то что-то лишнее на основе это все лучше сразу сейчас срезать пока все мягенькое убираем все эти лишние части скальпелем затираем там где нарезали чтобы у нас ничего не выпирало лишнего из-под фигурки все тщательно все посмотрели все сделали если все везде нормально то начинаем рисовать для начала мы с вами нарисуем нашей девушке зрачки и глазки для этого нам потребуются черный и коричневые цвета рисуем сначала радужку коричневым цветом стараемся рисовать ровненький круг рисуем радужку на втором глазике то же самое делаем рисуем рисуем круглую радужку коричневого цвета теперь черным цветом рисуем ей зрачок оставляем сразу места для бликов обводим у нее один большой блик блики рисуем симметрично если в одном глазике так то и в этом так же иначе она будет у нас косоглазая оставляем здесь несколько маленьких бликов у глаза большие и все остальное пространство аккуратненько закрашиваем черным цветом поворачиваем чтобы было все видно и удобно и закрашиваем мы потом если вдруг где-то залезли в эти блики мы их прорисуем обязательно белым красителем еще дополнительно но все равно стараемся аккуратненько находиться черным аккуратно кругленький глазик и по краю радужки тоже можно зайти чуть-чуть ее затемнить чтобы глазик был поживее и этот также разукрашиваем фломастеры у меня тут декор очень удобная штука просто изумительные фломастеры кто лепит или рисует это прям на пряничках тоже думаю будет очень удобно рисовать закрашиваем теперь нам понадобится кусочек салфеточки здравствуйте кто еще присоединяется к нам кусочек салфеточки и понадобится пыльца и кисточки нам нужно пройтись и оттенить все контуры я беру терракотовый цвет он нам нужен будет для волосиков и для теней растягиваем по чуть-чуть буквально его на салфеточки и вот во всех вот этих частях под волосами где нужно чуть-чуть подзатенить проходимся аккуратненько кисточкой здесь вот где шейка прям чуть-чуть проходимся и волосики там где мы их резали вот в этих во всех местах мы пытаемся если вдруг чуть-чуть излишек у нас получается берем кисточку попушистее и побольше и просто смахиваем в общем проходимся по всем нашим этим местам где мы прорезали волосики и все тени сгибы ручек вот здесь где к туловищу нужно под юбочкой маленечко теперь еще чтобы были поживее наши волосики возьмем телесный цвет и еще поглубже туда вот в эти прорези чуть-чуть пройдемся телесным фломастером эту закрываем а вокруг глазок вокруг глазок тоже кстати надо такие тени сделать небольшие чтобы чуть-чуть оживить нашу девушку закручиваем по пальчикам можем пройтись чуть-чуть теперь берем пыльную розу и рисуем ей румяна розовый краситель такой сухой и рисуем ей под глазками щечки как матрешки нарисовали наши щечки и чуть-чуть одежду сейчас подтонируем мы наверно мы наверно кремовым цветом пройдемся по ботиночкам и по нашим складочкам на одежде вот здесь вот где ну чтоб не сильно темное было чуть-чуть по белому оттеним и нарисуем ей полосочки на кофте зелеными фломастерами это голубой это зеленый нарисуем ей чуть-чуть полосочек лучше не взять вот так и порисовать рисуем полоски и чуть-чуть естественно оттеним зеленым цветом пояс и красные наши детали тоже нужно оттенить чуть-чуть выделили поясок по бантикам пройдемся и красные части наши затонируем возьмем наверное для этого цвет такой красное вино называется чтобы чуть-чуть потемнее оно было и выделила наши складочки на юбке по краешку можно здесь пройтись чуть-чуть протонируем бантик наш обязательно краешки у него тоже не забываем по губкам чуть-чуть пройдемся ну все у нас получился уже такой живенький ребенок сейчас мы наверное еще все таки посадим белые блики чтобы было совсем живенько где-то я взяла кисточки тоненькие притоненькие еще с белым красителем ей прям чуть-чуть уберем и блики сделаем поярче чтобы у нас глазки были поярче и все и наша красотка готова смотрим что у нас получилось вот такое вот у нас существо получилось то есть он подсохнет топпер он сейчас сырой у него мастика еще сзади в основе не высохла он будет стоять вот так вот на торте то есть это не фигурка но тем не менее он объемный он очень эффектно смотрится очень интересно на тортиках смотрится и ребятишкам интереснее будет вот такое вот ну и как бы по цене сами понимаете что он гораздо дешевле чем фигурка так что вот такую вот идею для творчества я вам подкинула если кому-то интересно и кто меня дотерпел то прибегайте ко мне на страничку у меня сейчас в группе вконтакте у кого есть вконтакте начался курс для новичков как раз вот по вот таким фишечкам то есть мы будем учиться делать торты с нуля от выпечки от самой простой и под ключ так сказать чтобы каждый торт у нас был оформлен в разных техниках будут вот такие топперы будет роспись которая делается тоже также в формате 2d роспись кремом по крему и она с объемными элементами также ну очень много техник будет и кружево вафельное и такое кружево в общем кому интересно забегайте сегодня пост витаминки по моему этому курсу есть рекламный почитайте ну или мне в директ на мою страничку я вам написала свою страничку тортишки всегда буду рада прибегайте присоединяйтесь кому будет интересен мой курс кстати сегодня для слушателей марафона витаминка я даю огромную скидку 70 с лишним процентов то есть когда у нас уже начался этот курс когда мы его запишем он будет стоить только 10 тысяч не меньше сегодня можно попасть по скидке пишите мне в директ я объясню как все кто просмотрел и не успел я обязательно сохраню эфир обязательно все будет в записи вот по такой куколке куколка топпер то есть она в формате 2d у нее вот эта сторона плоская эта сторона у нас вполне себе объемная все сегодня будем прощаться жду вас на своей страничке до новых встреч эфир обязательно сохраню посмотрите кто опоздал эти перец